Дорогие друзья, сегодня я беру интервью у скрипача Данила Луковкина. Всем привет! Да, здравствуй. Данила, можно на «ты»? Я как-то сразу так перешла, я изменяюсь. Так комфортнее. Как-то так получилось. Вот мы на самом деле по горячим следам стали разговаривать. Вы знаете, только что произошло культурное событие в нашем Латушино, в нашем поселке. Это концерт Дани, называется «Скрепичная революция». Ничего не ошиблась? Нет, все верно. Вот, действительно, для меня это была революция в том смысле, что такие известные композиции переложены на скрипку. И были такие композиции, которые меня очень сильно тронули и даже погрузили в детство. Знаете, мою молодость, когда мы Нирвану слушали, это было так здорово. Я просто туда улетела. Я улетела. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. У меня сегодня вечер Нирван. Благодаря вам. Давайте все-таки не обо мне, а о вас. Расскажите маленечко о своем творческом пути. Когда вы начали заниматься скрипкой? Вот обычные, стандартные, кажется, вопросы, но это всегда всем интересно. Ну, скрипка – это такой инструмент, который обучается с самого-самого раннего детства. Буквально лет с 5-6. Надо вспомнить. Наверное, 5 мне было, да. 5 лет музыкальная школа обычная моего города, город Зеленоград. Самая обычная музыкальная школа. И никаких целей изначально на скрипку, конечно, не ставилось. Родители мне просто давали многостороннее образование. Это физмат-школа, спорт, хор, резьба по дереву, глина и так далее. Но через какое-то время стало понятно, что на скрипке получается лучше. И где-то класса до седьмого я хотел быть фермером. Пасти коровок. Но потом как-то уже переключился, чуть посерьезнее стал мыслить о будущем. Переключился на скрипку. Понял, что надо заниматься намного больше. Для меня было открытием, когда мне скрипичный мастер сказал, что надо заниматься хотя бы по 3 часа в день. Я в тот момент занимался час, ну полтора. И это, конечно, было ошибкой, потому что другие дети, у которых, допустим, из центральной музыкальной школы, которые изначально с самого детства нацелены на поступление, они у меня выигрывали. И выигрывали сильно за счет отличных данных и количества часов, которыми они занимались. И все это мне пришлось нагонять уже в училище с 14 до 18 лет. Это какое училище у вас? При консерватории. Межляковское училище. А потом уже поступление в саму консерваторию. Это в Москве? Да, консерватория Петра Ильича-Чуковского. Мне ваш папа, Роман, который является, точнее, вы представили его как звукооператора и режиссера Света, но не добавили, что по совместительству папа. Но мы все догадались. Ну, по фамилии, да. Да, и вы очень похожи. Вот он сказал, что вы закончили консерваторию в этом году. Да, этим летом. Я так понимаю, что у вас большие планы впереди. И, судя по всему, что мы сегодня увидели по вот этому шоу световому, я немножечко в этом понимаю, потому что у меня муж звукооператор и оператор Света. Поэтому я как жена немножко в теме. И мне понравилось. Вот мне понравилось, и я скажу по секрету, я очень много снимала потолок. Да, потолок был сегодня тоже разукрашен. Да, очень красиво было. Вот, и я к чему, что судя по тому, как вы взялись за дело, у вас большие, достаточно, может быть, амбициозные планы, правда? Ну, амбиция амбициями. Тут вопрос, сколько ты вкладываешься в любой проект, чтобы он чего-то достиг, требует больших вложений и энергетических, и временных, и материальных. Плюс нужна качественная профессиональная команда. Тот человек, который выступает на сцене, это всегда лишь, так сказать, конечный продукт. За ним стоит очень много людей. В данный момент мы все делаем вдвоем. От договоров с залами, рекламы, продажи билетов, соответственно, подбор программы и ее выучка, но это уже творческая часть, она на мне. На романе висит вся техническая часть, но нам не хватает профессионала по маркетингу, по договоренностям с залами. То есть это такая же большая и сложная профессия, которой надо обучаться, и пока мы ее не можем, так сказать, полностью. А еще лучше диригировать лучше. Да, то есть нам нужно еще профессионала в команду, чтобы тогда наши амбиции как-то уже сбывались. Ну, знаете, у вас не пустые амбиции, потому что бывает, что пустое внешне оно красиво, а внутри ничего нету. И у вас не так. У вас не так, и вам есть что показать, и видно, что вы приложили все старание. Вот сегодня, это ваш какой по счету концерт? Как минимум третий, да, если? Ну, нет. Нет? Сольный концерт, я думаю, что уже второй десяток давно идет. О-о-о! Да, и в Москве у меня было, и по приглашению Москвы 24, трижды на День города. Это и Зеленый театр, и Тверская улица, центральная площадка была на День города, и в ДК различных, и в театрах. Да, уже, наверное, десятка-полтора набралось. Ну, я очень благодарна, что вы к нам приехали. Для нас сегодня праздник, и мы пойдем в ту же пиццерию, куда вы хотели праздновать концерт. Действительно, для нас это событие. И я вижу, что вы с папой, вы с отцом, вы команда. И для нашей семьи мы в чем-то с вами похожи, потому что у нас дети на семейном образовании, и мы тоже вкладываем максимально много в развитие детей. Хочешь, иди на спорт, хочешь, попробуй там, хочешь, там. И вот эта черта, что в вашей семье, что родители много вкладывают, много вот вместе с вами проходит этот путь, это очень ценно. Поэтому я хотела с папой, чтобы интервью было с папой. Ну, папа, ну, там у него свои были дела, да, ну, надо собирать вещи, там, инструменты, все собирать надо. И мне очень приятно на вас было смотреть просто, что вы вместе работаете, трудитесь, это очень ценно. Особенно в наше время. В плане, да, семейная команда, это всегда более надежно, потому что это не меркантильный интерес у отца, потому что то оборудование, которое он привозит, ту работу, которую он выполняет, оно стоит намного больше, в разы больше, чем он за это получает. И, конечно, если не отец, то никто другой на такое бы не согласился, потому что это оборудование стоит очень дорого, и просто нерентабельно никто не поедет делать такое шоу. А за счет того, что отцу это интересно, первое, плюс он болеет нашим проектом, болеет за меня, и за счет этого мы можем практически без рисков выступать в любых залах чисто на энтузиазме. Да, это замечательно. Я просто когда увидела, сколько у него аппаратуры, как он ловко управляет всем, ну, он уже в достаточно таком возрасте. Он специально всему обучился, или он уже имел какую-то... Ну, его, да, его работа всегда была связана со звуком и светом. Концерты у нас начались года, наверное, 4 назад. Да, наверное, около 4 лет назад. Ну, вот как раз в Алтышуна, можно сказать, начался мой путь, потому что, как Игорь Лакшин сказал, это было первое такое выступление в крупном зале, где я отыграл, по-моему, 3 песни, и с него все началось. Это, конечно, не сольный концерт был, но первое выступление именно вот в рок-формате. Классику-то я, конечно, играю всю жизнь. Мне очень понравилось. Моцарт, это что-то. Вот. Ну, а что касается классики, то я считаю, что ее надо играть всю жизнь и тратить на нее более 50% времени, потому что тот технический арсенал, который включает в себя классика, она... Этот арсенал намного больше, чем я использую в роке. И, соответственно, если я перестану играть в классику, то качество и рок-программы будет падать. Согласна полностью. И плюс вкус. Классика дает ощущение вкуса. Ваш любимый композитор. Напрашивается вопрос. Сложно выбрать одного, но, наверное, я остановлюсь на Чайковском. Хорошо. В 17 лет я заболел его концертом. Концерт для скрипти с оркестром. Я тогда заканчивал училище. Это очень сложный концерт, который 4 года вообще никто не мог исполнить после написания. Не было премьеры. Ну и в училище, конечно, его мало кто исполняет. Первую часть. Мне очень захотелось. И в течение года я учил, учил, учил. Ну и, в принципе, справился. Поэтому, да, Чайковский, конечно, наверное, мой фаворит. Кстати, вот то выступление, когда вы выступали, я не помню, это был концерт Локшина или нет, но я помню, как вы вышли и играли «Пираты в Карибском море». То есть было и второе выступление. Игорь сказал, что, по-моему, у меня сегодня второе выступление. На самом деле, сегодня у меня третье выступление в этом зале. Ну, первое сольное. И третье вообще, потому что я выступал еще на юбилей, по-моему, музыкальной школы. Какой-то был праздник или отчетный концерт. Да, какой-то был праздник по приглашению тоже. Я помню, как вы вышли и какое на меня это произвело впечатление. Поэтому, когда я еще некоторое время назад я увидела афиши, я для себя решила, я иду, что бы мне, вот чего бы мне не стоило. Ну, так вот сложилось, что у нас, мы почти всей семьей сегодня были на вашем концерте, очень довольны. И у меня, знаете, наверное, последний или предпоследний вопрос, если не появится. Вот, «Show must go on» Фредди Мерквери. Вы сказали, что у вас сегодня была третья попытка сыграть. Третья попытка. У меня вот непростой вопрос. В чем вы чувствуете, что в прошлые разы вы не смогли, а сегодня? Вот, что вы не смогли? И, соответственно, вопрос, а сегодня смогли? Я делал эту аранжировку довольно технически трудную. Помимо энергетики, которую, да, я говорил, что энергетика заложена в сумасшедшее, плюс добавляется очень большая техническая сложность. И эти вещи взаимосвязаны. Если ты начинаешь больше времени уделять технике, тебе сложнее вкладываться эмоционально. То есть, технически это должно быть настолько безукоризненно, чтобы ты об этом вообще не думал, не отвлекался, и тогда ты сможешь подключить весь спектр эмоций. Можешь прожить, да? Да. Первый, да, два раза не получалось. Сегодня, наверное, была попытка лучшая, но есть к чему стремиться. Вы знаете, недавно я смотрела перевод этой песни с биографическими ссылочками. Вообще, как это происходило, это была последняя композиция, которую он записал, приходя в себя. Это не последняя, одна из, за три месяца до смерти. Да, и он уже был в плохом состоянии, его привозили, увозили, чтобы записать. Да, это, разумеется, он на концертах ее не исполнял. Да, и, соответственно, она эмоционально вот такая, очень сильная. Почему она еще эмоционально сильная? Потому что, как я уже сказала, это запись. А мы знаем, да, как записи пишутся в студии? Большое количество дублей, склеек и так далее. Он записал это с одного раза. Целиком, без всяких купюр, склеек. То есть, весь эмоциональный посыл был передан в одном дубле. Это достаточно, это очень сложно. Это очень сложно. Поэтому, я говорю, приблизиться к такому крайне сложная задача. Наверное, у меня пока нет вопросов, потому что я погрузилась в эту тему с Меркьюри и эмоциональным вот этим наполнением, переживанием. Я очень хорошо, в каком смысле? Я не музыкант, я художник. Вот. И, я очень люблю музыку. У меня муж музыкант, дочь музыкант. И я вижу, когда действительно человек максимально хорошо технически выложен, знает, из него потом льется музыка. Ты не видишь ни пианиста, ни инструмента, не видишь нот, но ты слушаешь музыку. И это действительно вот такой уровень. И вы знаете, я сегодня была в музыке. Вот именно шел Мастгон, я была в музыке. Ну, значит, все-таки немножко получилось. Да. Я желаю вам больших успехов. Я очень желаю вам больших успехов, чтобы ваша семья получила хорошие плоды. Чтобы люди, приходя на ваши концерты, получали удовольствие. И вот эта революция скрипичная, когда вот эти аранжировки, это же все вами написано, да, в основном, или что-то взято. В основном. Да. Это большой труд. Что-то взято, потому что сначала что-то делать свое, надо понять, как это устроено, как это работает. Сначала ты смотришь, как это делают другие. Понимаешь принципы и начинаешь делать свое. Нельзя делать свое, непонятно из чего. должно быть понимание, как это работает. Потому что это была для меня новая сфера. Всю жизнь я в классике. Сейчас и в классике, и в уроке. У меня и классические концерты есть. Мне бы очень хотелось послушать. У вас есть в соцсетях? Полных роликов нету. Концерты. Ну так вот. Композиции. Композиции, да. Кое-какие есть. На ютуб-канале. Тогда я оставлю под этим аудио ссылки на ваши соцсети. Да, ютуб-канал, да. Вот. И уже люди, кому захочется послушать ваше исполнение, я думаю, с удовольствием перейдут. Спасибо вам большое за интервью. Желаю вам отдохнуть, потому что концерт был больше заявленного. Да? Он был почти... Он был полтора часа с лишним. Да, но мы не считали время. Да. Это было от сердца. И, знаете, я вижу в этом вашу любовь. Ваша любовь с папой, ваша любовь к делу, ваша любовь к людям. Это самое вообще важное, самое главное. Спасибо вам большое за интервью. Вам спасибо. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.